Доброе утро, мои дорогие! Рада видеть вас у себя на канале. Сегодняшний влог начинаю с приготовления завтрака. Вся семья дома, в сборе, у всех каникулы, выходные. Поэтому нужно озаботиться тем вопросом, чем каждый день кормить свою семью. Сегодня я долго не думала, Арсений попросил вчера еще с вечера пожарить ему яичницу. Ну и Соню тоже я решила сделать яйца. Для Сони я делаю яичницу максимально безопасным способом, без использования масла. Жарю, так сказать, на воде. Ну, в общем, вы видите, каким образом. Ну, а для нас с Илюшей я решила сделать творожок с бананом. Уже тоже неоднократно показывала, как я делаю такой вариант завтрака. Я его очень люблю. Он, конечно, калорийный, но безумно вкусный. Можно взять любые фрукты. Я вот люблю именно, чтобы с бананом было, потому что он дает какую-то дополнительную сладость. Выкладываем мягкий творожок и добавляем немножечко овсяных хлопьев. Тут уже на ваше усмотрение. Можно взять хлопья с сахаром, без сахара, как вы любите, послаще или посдержаннее. Ну и, конечно же, какие-нибудь орешки. Обычно добавляю тыквенные семечки. Сегодня добавила кешью и добавила семечки подсолнечника. Ну и, как дополнительный топпинг, поливаю вишневым сиропом. Ну а далее уже приступаю к своей ежедневной, из-за дня в день повторяющейся. О, боже мой, рутиня. Навожу порядок на кухне. Первым делом, пока дети все еще у нас болеют, поэтому я снова разбираю все лекарства. Так сказать, буквально вот на несколько часов до следующего приема. Протираю все поверхности. И, конечно же, нужно загрузить посудомойку. В общем, все как обычно, все в лучших традициях. Ничего не меняется. Полная стабильность. Есть определенные плюсы в том, что муж сейчас не ходит на работу, потому что можно какие-то обязанности делегировать ему. У него, правда, и своей работы полным-полно. Ну, хотя бы вот, например, сегодня было очень к месту, что пока я буду для всех готовить обед, Илюша вышел с детьми во двор и спокойненько с ними погулял. Польза для детей. Они подышали свежим воздухом. И безумно просто облегчилась работа у меня, потому что я смогла нормально, спокойно, по-человечески приготовить обед. Это бывает крайне редко, практически никогда. Обычно, это сами понимаете, с детьми готовка. Это дергание из лева вправо, из одного помещения в другое. Пока ты отвлекаешься на ребенка, ты уже забыл, что тебе нужно делать на кухне. Пока ты занимаешься кухней, ты уже не в курсе, что делают твои дети. Поэтому, когда у мужей все-таки праздники и выходные, как ни крути, что бы мы ни говорили, это все равно очень-очень сильно облегчает нам быть с маленькими детьми, хотя бы наперед этих праздников и выходных. Субтитры сделал DimaTorzok Ну а что я сегодня решила готовить? Для Сони я хочу сварить супчик с горбушей. Я не буду делиться каким-то подробным рецептом, потому что как такового рецепта нет. Я просто ставлю отвариваться рыбу. Рыба у меня горбуша, я ее обычно покупаю целиком, свежезамороженную, разделываю сразу же на какие-то части. Сегодня у меня такой суп-набор из головы, хвоста, в общем, все, что там с хребта было срезано. Я поставила отвариваться, и рыбный бульон я также отвариваю два раза. То есть, так же, как и мясной, я первый бульон сливаю, потом буду отваривать в чистой воде. Ну и в это время я разбираю кухонное полотенце, потому что когда у тебя, так сказать, начинается твоя трудовая смена на кухне, новая очередная, полотенца всегда идут только в лед. По крайней мере, у меня за день 3-4 полотенца пачкаются только в путь. А как раз на сегодняшний момент у меня полностью пустой ящик, и мне просто нечего будет пачкать. Поэтому я сразу же складываю чистые полотенца, которыми буду сегодня пользоваться, остальные все убираю в шкаф. Снимаю пенку с бульона. Не знаю, зачем я это делала, учитывая, что я этот бульон буду сливать, но все-таки снимаю. Ну и перехожу к приготовлению обеда для мальчишек. Буду делать макароны с мясом. Я знаю, что этот рецепт имеет определенное название, и многие называют его плофис. Макарон готовила уже неоднократно, и вроде бы моим неплохо зашло. Так как я сама свинину не ем, да еще и с луком, то не могу сказать, я сама не пробовала. Но муж говорит, что вроде бы очень даже вкусно. Поэтому готовлю уже не в первый раз. Нарезаю все ингредиенты так же, как на плов. Собственно, морковь нарезаем, брусочками, да, такой соломкой. Нарезаем лук. Хотя лук можно, в принципе, нарезать и четверть кольцами, но я почему-то решила нарезать помельче. У меня уже разморожено свининой. Естественно, что мясо может быть любое. Я знаю, что и с куриной грудкой готовят тоже очень вкусно. С филе куриного бедра тоже очень вкусно. Ну и, естественно, говядина, баранина. То есть, это вообще не обсуждается. Как раз закладываю все ингредиенты для сониного супа уже в чистую воду, распотрошенную рыбку. Туда же сразу же картофель, целиком луковицу для аромата и туда же сразу же горсточку буквально моркови, которую я нарезала для макарон. Ну и начинаю готовить наш плов из макарон. Первым делом, так же, как и для традиционного обычного плова с рисом, я обжариваю мясо. Обжариваю мясо на достаточно большом огне, потому что мясо, чтобы не тушилось, чтобы оно сначала зажарилось хорошенечко и запечатала все соки внутри себя. Каждый кусочек оставался сочным. А потом его уже можно будет подтушить. Я буквально закрываю крышкой минут на 5, даю ему потом под крышечкой протушиться. Далее я добавляю лук. Обжариваю все вместе с луком. С луком все обжариваем до прозрачности, до такой легкой первой золотистости. Затем добавляем морковь. Морковь, естественно, готовится не 2 минуты, поэтому сначала мы все вместе с морковью прижариваем. Затем закрываем крышкой. Можно немножечко убавить огонь и оставить потушиться минут на 5-7. Я думаю, что за это время морковь уже приготовится. Ну и по желанию можно добавить еще какие-то овощи. К примеру, томат. Можно томатную пасту. Я взяла остатки, вот прям последние остатки из замороженных помидор. Даже нарезать их не стала, прям окружочками. Потому что когда они протушатся, там вот этой целиковой формы все равно не останется. Протушила все вместе с помидорками и добавляем воду. У меня будет упаковка макарон стандартно 450 грамм. Я сейчас добавила 500 миллилитров воды. Довела воду до кипения. Закладываю упаковку макарон, разравниваю. Убавляю огонь до маленького. Закрываю крышкой и оставляю на 5 минут. В это время довариваю сонин супчик. Добавляю вермишельку яичную. И как раз прошло 5 минут. Перемешиваем наши макарошки. Все, объединяем все ингредиенты. Теперь добавляем еще водичку. Еще добавила 300 миллилитров. Получилась прям идеальная консистенция. Поэтому вот на упаковку макфы 450 грамм у меня, получается, ушло 800 миллилитров воды. Естественно, что я это все в процессе посолила и больше никаких специй добавлять не стала. Потому что вкус у этого блюда и так достаточно получается такой богатый. Так, все, друзья, макарошки готовы. Такие а-ля плов из макарон. Там чуть-чуть, буквально совсем чуть-чуть осталось жидкости. Она сейчас довпитается. И у них сейчас состояние такое прям вот хорошее, рассыпчатое, не переваренное. Поэтому у меня даже где-то 10 минут ушло. Хотя, по идее, должно быть минут 15. Ну, в общем, смотрите сами, чтобы этот момент не упустить, чтобы они не переварились. У меня они сейчас прям идеальные. Такие, какие должны быть. Это будет у нас обед. Так, Сонин супчик у нас готов. Все уже здесь сделала с вермишелькой. Хотя можно, знаю, что делать с рисом. Ну, вот с рисом как-то, например, она у меня не очень. Я с вермишелькой любит. Так, в общем, выключаю его. Оставляю остывать. И уже Соня будет им обедать. Итак, ну что ж, давайте быстренько приготовим ужин. Времени уже, потому что 4 часа. Я очень много времени потратила. Сейчас попозже расскажу на что. Так, мне нужно замариновать куриные бедра. У меня здесь 2 упаковки, ну, 2 лотка. Делаем маринад. Маринад будет состоять из лука. Его я сейчас нарежу. Сюда добавлю столовую ложку зерен горчицы. Сюда добавлю 1 или 2 столовые ложки баварской горчицы. Можно взять французскую, можно взять дижонскую, можно кто-то любит послаще. Русскую не особо рекомендую. Нужно что-нибудь такое вкусненькое, сладенькое, необычное. Сюда добавлю растительное масло. Все это перемешаем. И под крышкой оставлю при комнатной температуре на полчаса, на 40 минут, чтобы курица промариновалась. Можно дольше, но я большим временем не располагаю. Сюда добавлю столовую ложку. итак пока курица маринуется я подготовила здесь картофель и морковь почистила можно взять любые овощи ну то есть я хочу просто в одном блюде запечь на эти куриные бедра с овощами я взяла картошку морковь но можно взять брокколи цветную капусту и фасоль и так далее кабачки очень все что вам нравится у нас сегодня все по-простому картошечка морковочка значит сейчас нарезаю меня картофель очень крупный поэтому я наверное порежу пополам и вот на такие вот ломтики морковь кружочками добавлю сюда растительное масло соль какие-то любимые специи я буду добавлять чтобы как-то более-менее сочеталась с тем маринадом с курицей буду добавлять наверно паприку чеснок ну и верно на этом все можно в принципе немножечко сухой горчицы добавить но это уже как бы на ваше усмотрение у Субтитры сделал DimaTorzok В общем, друзья, все видео сегодня пошло абсолютно не по плану, не так я себе его представляла, не так планировала, но как получилось, так получилось. По сути, кроме готовки сегодня ничего я вам не показала, потеряла огромное количество времени для того, чтобы заказать мебель. По поводу мебели уже говорила, что все-таки определились, что возьмем, не будем осуществлять вот эту вот задумку мою глобальную по поводу того, чтобы закрыть всю стену, да, вот эту мебельную стенку делать. Решила заказать просто шкаф, просто высокий комод такой под самый телевизор и просто рабочий стол. Я подумала, что, наверное, это будет более функционально и более правильно, даже не с точки зрения стоимости, а с точки зрения, как вы знаете, у нас есть какие-то более-менее долгосрочные планы, да, и возможно, что этой спальни здесь когда-нибудь и не будет. И, ну, там вот эта вот стенка мебельная, она, кажется, просто не удел, да, будут выброшены деньги. Поэтому все-таки купить отдельно стол, отдельно комод, отдельно шкаф более универсальное решение, тем более, что их можно будет потом переставить в любое другое помещение. И даже если здесь спальня останется навсегда, ну, мне показалось это неплохим вариантом. Суть совершенно не в этом, суть в другом. Не могла никак заказать доставку. Мало то, что две недели я потратила на то, чтобы вымерить все по высоте, по ширине, по стилю дизайна и так далее, но в итоге получается, что вчера я уже полностью определилась, что мне нужно, какие позиции. Все добавила в корзину, это я буду заказывать в Икеа. И мне нужно было оформить просто элементарно, тупо доставку. Мне девчонки скидывали контакты других доставок, которые у нас работают в городе. Они работают с меньшим процентом, и я подумала, что классно, они будут переплачивать той доставки, с которой мы работали в прошлый раз, которые привозили нам стол, по мелочи я что-то заказывала. И получается, думаю, закажу в новом месте. Там они возят, получается, в Новороссийск, возят в Анапу, в Геленджик и по населенным пунктам, которые находятся, вот буквально, я не знаю, практически их шаговой доступности от нас. То есть Джимитес, Упсе, Ханапска, в общем, все вот эти вот близлежащие к Анапе населенные пункты. Отправила я им сегодня список того, что мне необходимо, и они мне говорят, а у нас нет доставки в Цибанабалку. И я понять не могу, в чем проблема. Я им пишу, что понятно, что я за нее доплачу отдельно. Довезите до меня. То есть тут от Джимитеса там 2 километра до Цибанабалки. Почему нельзя довезти? Тем более, что, ну, знаете, ладно бы там сумма была 10 тысяч, к примеру. Можно было бы отказать, да, у них может быть там очень много заказов, но у меня достаточно большой крупный заказ. Почему бы не пойти навстречу, да, не накинуть сверху там эту тысячу рублей-полторы и довезти мне до дома? Нет, представляете, ни в какую, ни в какую. При этом приезжайте, говорит, забирайте в пункт выдачи. То есть 3 600 насчитали доставку только до пункта выдачи. А там как бы приезжайте, забирайте сами. Я так это прикинула, что это получается. Если я еще закажу Газель, то есть на своей-то машине мы, понятно, не можем увезти. У меня там получается шкаф, 2 комода, стол и по мелочи еще. Зеркало большое. То есть на нашем легковом автомобиле это все не увезти. Получается, надо заказывать отдельно грузоперевозки. Заплатить 3 600 им, плюс заказать грузоперевозки из Анапы до нас. Ну, в итоге получается, что и киевская доставка выходит дешевле, чем заказать через посредника. Ладно. И киевская доставка 5 500. Думаю, ну как бы ладно, тогда закажу у них. В итоге захожу, ближайшая доставка 21 мая. 21 сегодня, на секундочку, третья. Я понимаю, что это очень долго. Я столько не вытерплю ждать. И все-таки ради интереса и любопытства зашла к тем посредникам, через которых мы заказывали раньше. У них вообще обычно они берут вот этот вот сбор 22%. И раньше у них вот этот процент сбора, он зависел от суммы заказа. Потом, когда я начала выбирать мебель, заходила к ним, я эту информацию, то есть вот эту вот таблицу с соотношением процентов и стоимости заказа не нашла. И у них было написано, что неважно какой вес, какой объем, вот 22%. Понятно, что на тот момент меня это не устраивало. Сегодня, представляете, захожу и у них все-таки от суммы. Может быть, я в прошлый раз что-то проглядела, не увидела. Может быть, просто как-то невнимательно я изучила у них всю информацию. Но у них четко, мне кажется, я помню, что у них четко было написано про то, что 22% вне зависимости от суммы, веса и так далее. Сегодня все-таки появилась эта градация стоимости. Стоимость доставки 12%. Это на 4% больше, чем в том месте, где мне рекомендовали заказать. Но зато они хотя бы привезут. Привезут вообще. Это уже хорошо. Мне уже хочется, наконец-то, убрать эту стойку с одеждой, повесить все вещи в шкаф. Мне хочется убрать, уже освободить пеленальные столики, пересмотреть все Сонины вещи, новорожденные, да, уже отсортировать, что для девочки, что для мальчика. То есть, посмотреть вообще, чем мы располагаем, что у нас есть для малыша. Потому что мне кажется, что у нас там большинство одежды все-таки девчачьей, но надо проверить. Надо проверить, посмотреть, что необходимо докупить. И, в общем-то, уже укомплектового детский комод, что-то постирать, что-то привести в порядок, что-то, я повторяюсь, докупить. И начинать, наверное, тихонечко собирать сумки. Три месяца, правда, у меня еще до предположительной даты родов, но нужно начать готовиться заранее. Итак, ну что же, курочка у меня промариновалась. Теперь я ее выкладываю сверху на картошку со морковью, ну, вроде как на овощи. И буду убирать в духовку. Фольгой закрывать не буду, потому что поставлю на небольшую температуру, на 180 градусов я поставила духовку. На час будем поставить. Я думаю, что при такой температуре не должно ничего подгореть. Хотя, в принципе, ну, как хотите. Можете закрыть фольгой, крышкой, как вам нравится. Я хочу попробовать прямо так приготовить, без накрывания, чтобы именно запекалось и не тушилось. В общем, выкладываю сверху и убираю в духовку. 180 градусов в час. Но тут тоже надо смотреть от вашей духовки. Переставила рассаду Сеньки на окно. И, слушайте, она тут пересыхает так быстро. Я ее каждый день поливаю, каждый день земля сухая. Это у меня шалфей. Надо, может быть, его уже высадить на улицу. Или рано. Не знаю. Не знаю я, рано или нет. Так, надеюсь, вовремя вношу некоторые поправки в приготовление. Прошло у меня 30 минут. Я понимаю, что сверху начинает, видите, подгорать немножечко лук. А картошка, морковь и курица, в принципе, полностью сырые. Поэтому все-таки накроем фольгой. Накроем все-таки фольгой. Все-таки пусть лучше, чтобы наверняка проготовилось. Ихи, вышли на прогулку. Слушайте, две недели и уже трава по колено. Две недели назад я уже траву все скосил. Шапку денем. Ой, как красиво. Как красиво. Живот-то голый весь. Надо отодвинуть уже этот батут оттуда. Пока вы не вывалились найти на дровах. Ну, надо, наверное, папа что-то пододвинул. Я смогу отодвинуть. Ух ты! Мужчина вырос у нас, я смотрю. Ну, давай его вот сюда. Вот сюда его давай, что ли. По центру. Я что сказала, что я тебя катать буду? Легкущий сам его не может допереть. Нет, не здесь, не с мангалом рядом. Папа мангал отсюда потом уберет, тогда тут поставим. Вот сюда, вот сюда давай. Вот колесо Камаза. Понятно. И ты кто там спрятался? Это кто там? Соня? Ку-ку. Ку-ку. Все, мы уже вернулись домой. Погуляли очень мало, потому что нам пришлось гулять, круги наматывать за пределами двора. Потому что там у нас папа занимается сегодня возведением каркаса для навеса для автомобиля. Очень давно собирался. Во-первых, не было погоды. Сначала не было возможности купить сестре, ну, вот эти материалы, да, с чего делать, железо. Потом не было погоды. И вот, наконец-то, все совпало, выходные, погода. Все уже было закуплено. Вот он сегодня занялся. В общем, он там занимается сваркой. И, соответственно, нам возможности гулять во дворе нет. Потому что Соню не удержать только на заднем дворе. Она все равно хочет двигаться везде. Сеня ушел к подружке в гости. Ну, а мы вернулись домой. Что я села? У меня же курица в духовке. Она уже выключилась и, наверное, даже остыла. Представляете, пока мы гуляли. Я сегодня только еще кулинар. А у меня по-другому сейчас практически не получается. Потому что я вообще ничего не успеваю. У меня, если день готовки, то вместе с детьми с уборкой получаются целый день на какой-то панике. Просто если еще все это снимаешь, очень-очень, ну, очень-очень торопишься всегда. И получается все так, тяп-ляп. Так, я сняла фольгу. Зачем я доставала форму? Можно просто снять. Сняла фольгу и еще поставила на 30 минуточек. Потому что уже даже остыла. Пусть стоит, уже дозапекается. Так, вечерний досуг. У Сени банка большая раскраска. Покажи, какая у тебя раскраска. Про конька-горбунка. Каня-горбунок. Угу, классно. Я хочу, кстати, фильм посмотреть. Посмотрим потом. Давайте следую очередь. И Соня, глядя на Сеню, тоже решила пораскрашивать. Три кота у нас тут, ага. Да. Три кота. И Сеня, я еще и тут включил три кота. Да? Кота везде, они нас окружили. Ну все, ужин готов. Красотища, красота. Стоит такой аромат баварской горчицы. Прям непередаваемый. Очень вкусно пахнет. Я ее обожаю. И раз вот честно скажу, вообще готовится, вот, ну, рекомендуется готовить с дижонской горчицей. Никогда не покупала дижонскую горчицу. Не представляю, как она на вкус. Но с баварской просто бомбезно. Аромат обалденный. Ну, а с вами я на этом попрощаюсь, на этой ароматной нотке. Увидимся с вами очень-очень скоро. Надеюсь, что следующее видео пройдет полностью по плану. Всех люблю, всех целую. Всем вам крепкого здоровья. Желаю прекрасно отдыхать. Ну, и прощаюсь совсем ненадолго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok